Сабление самое обычное, отличается только диаметром. Резьба, трепетсадальный винт с резьбой, которая заворачивается в вал. Затем разжимаем сам шкив. Раскалочная втулка и гайка. Дальше включим. Все пошло за трясовкой. Игорь, включаешься только размером, геометром. Все готово. Позже покажу деталь. Поворачивается винт. Все шкив на месте. Спасибо, мужики. Пожалуйста. Ну и вот так выглядит приспособление для запрессовки шкивов. Я думаю оно типичное и может отличаться только диаметрами. Состоит оно, разумеется, из гайки, трепетсадальной винта с резьбой, которая заворачивается в резьбовое отверстие вала и проставка. Ну, наверное, все-таки правильнее будет назвать это корпусом. Здесь установлен упорный подшипник, на который опирается гайка и свободно на этом упорном подшипнике поворачивается, то есть не создавая лишних усилий. Здесь диаметр обработан именно под конкретный шкив. Ну, вот такое достаточно простое и эффективное приспособление. Все, всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok